Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасинчик, это канал Разумовские Плей, и сегодня мы с тобой разберем в Хон Кайерейл такую вещь, как синтез реликвария. Я буду создавать именно синтез планарных украшений, по той простой причине, что мне необходим вот это планарное украшение, но мнимый. Он мне не выпадает. Сколько я не пытаюсь, сколько я не трачу. Именно вот планарная сфера мне необходима. Давайте же смотреть, как это может выглядеть. Вот планарная сфера. Мы можем сделать две штуки. Одна планарная сфера у нас требует 100 материалов. Вот этих вот. Вот этих вот, как это? Мышкой здесь показать. Вот. Обломки реликвии. Эти обломки реликвии у нас получаются, если вы вот пятизвездочные реликвии разбираете, любой, вообще без разницы, вы его разбираете и получаете 10 обломков. И набрав 100 обломков, вы можете себе создать любое реликвии пятизвездочное, какой вы захотите. Дальше есть настраиваемый синтез. А что такое настраиваемый синтез? У нас есть боевой пропуск. Сейчас я вам покажу. Вот. У нас есть боевой пропуск. И в будущем, я так понимаю, в ивентах это будет. Есть вот такая вот вещь. Самомоделирующая смола. Она у нас одна штука с него дается. То есть мы можем сейчас на один пятизвездочный предмет, который будем синтезировать, мы сможем поставить один из параметров, который мы сами хотим себе поставить. Я вот хочу бонус мнимого урона, чтобы он у меня преобладал. Вот. Он будет на самом верху. Это вот верхний статус. Это не дополнительные, которые статусы идут, а именно верхние. Вот здесь как раз хп, силы атаки, защита. Все, что вы, в принципе, вот, включая вот это вот, вот так вот, вы можете на каждый посмотреть предмет, что у него идет основной, какой из основных. Это очень круто, потому что в геншине вы, в принципе, не знаете, что у вас там дает голова, что вам там дает, я не знаю, там, ноги, что вам дают, ну, еще что-либо. А здесь вот у вас сразу все это прописано, все это вот есть. И вот, пожалуйста, вот я беру бонус мнимого урона. Да, да, бонус мнимого урона. Это мне будет стоить 100 обломков реликвии и 1 самомоделирующая смола. Ну и 1000 кредитов. Я так полагаю, это не такие прям большие деньги. Повышает шанс попадания эффектов владельца на 10%, также повышает силу атаки владельца на 25% от текущего шанса попадания эффектов максимум на 25%. Это я для Вельта делаю. Вот, мне кажется, что для него это будет очень подходящая сфера. Давайте возьмем синтезировать. Нам сразу сообщают, что использовать выбранный предмет, чтобы синтезировать. Да, мы вот используем. И получаем себе вот такое вот мега главное управление корпорацией. Вот такую вот сферу. Вот с такими параметрами. Бонус мнимого урона, хп, сила атаки, защита. Вот. Чтобы вот так вот мы не мучились, мы вот так вот себе сделали. Теперь я просто себе возьму и сделаю вот так. Зайду сюда. У меня стоит вот такой вот конус. Да, у него есть шанс попадания эффектов 2%, но шанс пробития мне, например, здесь нафиг не нужен. Я, значит, ставлю вот этот вот новый, потому что, видите, мне нужен был именно бонус мнимого урона. У меня его не было. Вот у меня выпало 3 вот таких вот золотых конуса и бонус лед урона, бонус огненного урона и ни одного мнимого. Хотя я не знаю, чтобы вам сказать, чтобы не соврать, я, наверное, ну раз 6, наверное, проходил. Да, наверное, раз 6 проходил, то подземелье. То есть дофига просто смолы было вложено и... Ничего нормального толком не выпало. Хотя я вот чисто из-за вель там находился. Также я вот сейчас сразу же вот этот ненужный для меня конус отправлю в топку, потому что я в будущем собираюсь от всех фиолетовых избавляться. Ну, так как будут преобладать золотые. Сразу вот это вот все туда же зафигачим, чтобы по максимуму. Золотые реликвии пятизвездочные, а они, если что, у вас развиваются не как все остальные до плюс 12, а до плюс 15. Поэтому есть куда расти. Поэтому он просто лучше. Ну, тут сопротивление эффектом 3,8. Но зато, смотрите, защита 14% и сила атаки 7,3%. Круто, по-моему, да. По-моему, более чем. Вот. Он мне будет повышать шанс попадания эффектов на 10%, также силу атаки владельца на 25% и текущий шанс попадания. Вот такие вот у меня сейчас стоит реликвии. Мне вот осталось ему только этот. Поменять, получается, корпус, как это назвать? Пунику. Тело, короче, вот как здесь написано. И вот такой вот у меня получается вельт. У него вот хп 2600, сила атаки 1600, защита теперь 1000, крит шанс 26 и крит урон 84. Вот такие вот характеристики. Ну и, естественно, мы теперь еще и получаем мнимый урон. 45,5%. Почему так много? Потому что... Потому что... Потому что у нас повышение мнимого урона на 10% от комплекта Головорец в бандитской пустыне. Также у нас при атаке противника с ослаблением крит шанс у владельца повысится. То есть крит шанс у нас 24, а при ослабленном противнике еще плюс 10%. И крит урон при этом составит с остатусом заключения. То есть чисто от его фишки, когда он создает заключение для персонажа... Ну, для вражеских персонажей у нас будет повышаться на 20% крит урон по этим персонажам. То есть будет уже там... Не 84 там, или сколько у меня там... А чуть ли не все 100. Вот. И, по-моему, по-моему, прикольно. Так. Ну, да. Вот так вот у нас получается 32 и 3 мнимого урона. Здесь у нас от силы атаки все идет. Вот можно примерно посмотреть, какие у меня сферы. Какие у меня вообще реликвии стоят. Вот осталось только вот это вот поменять, найти нормальную тунику. Не знаю, наверное, буду все-таки искать на крит шанс. Можно, в принципе, сейчас и создать, тунику с крит шансом. Ну, а зачем лишний раз тратить такие ресурсы? Их лучше тратить прямо обдуманно, когда у вас реально что-то не получается и только в этом случае идти и получать. Вот. А на этом тогда получается все. Всем спасибо за просмотр. Вот так вот посмотрели синтез реликвий. Как это выглядит, что очень удобно, очень классно, очень круто. Напоминаю то, что причем в боевом пропуске не в платном вам это дается, а в бесплатном боевом пропуске. То есть на 40 уровне боевого пропуска вы до него доходите и вы получаете самомоделирующуюся смолу, которая вам позволит вот это вот все выбирать. То есть раз там примерно в полтора месяца, да, насколько я помню, мы сможем заниматься этой фигней. И плюс ко всему в какие-то ивенты я уже видел там на стримах в некоторых ивентах то, что там это как, я не знаю, корона, не корона, но вроде бы там был в каком-то из ивентов вот эта вот штука. Может, я ошибаюсь. Напишите, если я ошибаюсь. А по-моему, нет, по-моему, я где-то там видел. Это будет очень классно, если нам их будут давать, то, что можно будет больше реликвий таких вот делать, те, которые нам необходимы, которые нам нужны, при этом не портя, не портя все остальное. Ну а на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Про остальные каналы не буду говорить, только скажу, что вот в сам Хонкай Старейл я играю на ВК-плей, поэтому всех приглашаю туда. Вот. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok